Президент России Владимир Путин провел совещание на тему экономического влияния новой трассы М-11 в Москва-Санкт-Петербург на взаимодействие между городами. Напомним, что трасса была открыта накануне в Санкт-Петербурге. Губернатор Игорь Рудене на совещание внес предложение по развитию дорожной инфраструктуры автомагистрали. Подробности прямо сейчас. Общая протяженность автомагистрали М-11 – 669 километров. На всем маршруте установлено 16 пунктов взимания платы. А также многофункциональные сервисные центры. Трассу протянули через 6 регионов – Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области. Важный инфраструктурный проект, который завершен сегодня окончательно, будет играть заметную, существенную роль. Это повышение конкурентоспособности регионов, по которым трасса проходит. Это новые возможности для туристической отрасли. Это повышение инвестиционной привлекательности в целом. Губернатор озвучил ряд предложений по развитию инфраструктуры трассы М-11. Одно из них касается строительства третьего участка трассы – северного обхода города Твери. Игорь Рудене в отношении проекта северного обхода проявил на совещании настойчивость. Когда президент, комментируя выступление губернатора, начал говорить лишь о Вышневолодской развязке, губернатор особо обратил внимание Владимира Путина на северный обход, так как принципиально важно, чтобы этот проект был обязательно реализован. Его протяженность около 60 километров. И в настоящее время уже идет активная работа, Владимир Владимирович, по проектированию этого третьего этапа. Реализация этого проекта нам позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, до Вологды и до города Дубны Московской области. Это для нас очень важно, потому что северный обход нам еще дал возможность, даже сама идея его, привлечь двух крупных инвесторов дополнительно, которые вкладывают деньги. Это Новолипецкий металлургический комбинат, который делает большую инвестицию в сельское хозяйство. Инфраструктуру делаем мы до этого северного обхода М-11 в 18 миллиардов рублей. Это крупнейший комплекс по производству молока. И второй это Коралл-животонаводческий комплекс, это 36 миллиардов рублей инвестиций. И там же с этого северного обхода, Владимир Владимирович, будут подъездные пути к хорошо вам известному Тверскому благоустроительному заводу. Для повышения транспортной доступности Твери и прилегающих территорий на трассе М-11 планируется обустройство трех многоуровневых транспортных развязок. Проект по созданию северного обхода поддержан Министерством транспорта Российской Федерации. Второе предложение главы Тверского региона – формирование развязки в районе Вышнего Волочка и создание региональной хорды между трассами М-11, М-10 и М-9. Таким образом, транспортный поток в сторону Селигера, Осташкова, Пена и Андреаполя будет обеспечен более коротким и качественным маршрутом. Она сократит минимум на 250 километров дорогу из Андреаполя до Санкт-Петербурга. Движение, которое будет организовано, это прежде всего толчок развития экономики. Там, где движение, я все время говорю, там, где движение, там есть жизнь. Поэтому чем больше у нас хороших, качественных дорог и короткий путь, он самый верный. Поэтому я считаю, что вот то совещание, которое проходило при президенте и слова те, которые говорил губернат, они правильные и они насущные. Сегодня их нужно решать. Строительство новых транспортных развязок улучшит транспортную доступность территории, обеспечит более прочные экономические связи Тверской области с соседними регионами, сделает поездки по Верхневолжью более комфортными и безопасными не только для гостей, но и прежде всего для местных жителей. Вырастет и поток туристов, что позволит увеличить поступление в областной и муниципальный бюджеты. Важно отметить, что предложения губернатора на совещании касаются не только Тверской области, но также и всего центра из северо-запада России. Ведь речь идет о комфорте миллионов водителей-пассажиров, которые отправляются по маршруту Москва-Санкт-Петербург в интересах большего количества российских и международных компаний.